Здравствуйте, дорогие друзья, здесь Техноеннод и его команда. В этом ролике предлагаем перенестись в курортный пригород Санкт-Петербурга, город Сестрорецк, ведь именно здесь, на берегу Сестрорецкого разлива, установлен макет первой русской подводной лодки, про образы современных подводных судов. Давайте узнаем немножко про потаенное судно Ефима Никонова, но как всегда без фанатизма и излишних технических подробностей. В 1718 году у уроженца подмосковного села Покровская-Рубцова родилась удивительная идея о создании военного судна, которое сможет незаметно подойти к вражескому кораблю и причинить тому повреждения, несовместимые с дальнейшей плавучестью корабля. Свою идею он изложил в Челобитной к царю Петру Первому. Скорее всего, неграмотному крестьянину кто-то помог в написании Челобитной, но она осталась незамеченной государем. Тогда, в следующем, в 1719 году упорный Ефим Никонов вновь продиктовал писцу новое прошение на имя Петра Первого, в котором, жалуясь на притеснения и обиды людей-чиновник, дьяков и старост, вновь предложил построить судно, способное идти по воде потаенно и подбить и военный корабль под самое дно. Никонова пригласили в Петербург, где с ним беседовал лично царь Петр Первый, после чего приказал ему, таясь от чужого глазу, то есть соблюдая соответствующий режим секретности, построить действующую модель потаенного судна. То есть, автору изобретения предлагалось продемонстрировать возможности прототипа подводного корабля уменьшенного размера и, убедившись в жизнеспособности идеи, заняться постройкой боевого судна уже в нормальном масштабе. Так сказать, надлежало пройти своеобразные государственные испытания. Надо отметить, что Ефим Никонов мало того, что не умел читать и писать, так и не имел никакого технического образования. Даже там технического никакого образования не имел, но он работал плотником на судостроительной верфи и неплохо ознакомился с процессом постройки парусных кораблей. И уже в феврале 1720 года на площадке Оберсарвайерской верфи в Санкт-Петербурге началась постройка модели, для чего адмиралтеевская коллегия приняла решение о направлении крестьянина Ефима Никонова, которого назначили мастером потаенных судов, в контору генерал-майора Головина и выделить в его распоряжение мастеровых людей и необходимых материалов. Еще через год, в марте 1721 года, модель была готова. И вот тут можно вспомнить, а почему наша история вещается из Сестраецка. А потому что, по мнению некоторых историков, именно здесь Ефим Никонов продемонстрировал Петру Первому свой прообраз подводной лодки. И именно здесь, в честь этого события, рядом с храмом апостолов Петра и Павла, а также памятника мемориала в честь погибших моряках-подводников российского флота, и установлен макет потаенного судна. Действительно ли на озере Сестраецкий разлив проходили испытания или нет, сейчас это доподлинно неизвестно. Жителям города Сестраецк, конечно, наверняка очень хотелось бы в это верить, но с учетом того, что модель строилась на верфи в Петербурге, не очень понятен смысл ее перемещения на это место и затраты с этим связаны. Возможно, только для сохранения секретности изделия под названием Морель. Но большинство историков все-таки склоняются к тому, что эти испытания проходили на реке Неве около Галерного двора. А вот что за название такое французское, спросите вы, Морель? Да тут на самом деле все просто, сработало обычное разгильдяйство. Прототипу судна в целях сохранения секретности проекта было присвоено вполне нейтральное имя Модель. Но писарь ошибся и превратил модель в Морель. Как именно выглядело это судно, тоже точно неизвестно. Никаких рисунков или чертежей тем более не сохранилось. И можно только сказать, что модель потаенного судна в Сестроятске выполнена по некоторым описаниям и информации о запрашиваемых для реализации проекта материалом. А документальный запрос сохранился в архивах. Ефим Никонов требовал отпустить к строению самые разнообразные материалы. Есть документально зафиксированные упоминания о том, что для постройки модели были затребованы доски сосновые, кожи юхотные, 15 полос железа шириной около 2 дюймов и толщиной четверть дюйма, медной проволоки в 3 фута ценой по 5 рублев за фунт, 10 оловянных досок, канаты в 3,5 дюйма, 40 оршин холста, 20 оршин галантового полотна, 4 пуда смолы и другие материалы, включая инструмент, дрова и провиант. Интересно, что если заглянуть в окна макета, то видны манекены двух грибцов и рулевого судна. Правда, из-за бликов на стеклах камера так и не смогла взять внутреннее убратство подлодки. Предполагалось, что в движение судна будет приводить ручная сила двух грибцов. Правда, вот кто сидел на веслах в обычной лодочке, может вполне понять, что совершать подобную операцию под водой будет весьма затруднительно. Принцип погружения же судна, похоже, был следующим. Открывался запор приемного Кингстона, и забортная вода поступала в нижнюю часть емкости системы головного балласта. По мере заполнения водой воздух вытеснялся в отсек, и лодка погружалась на дно на глубину до 5 метров. А при откачивании воды поршневой помпой вес лодки уменьшался, и она всплывала. Технология была вполне примитивная, но что можно было позволить себе в первой половине 18 века. Удивительно вообще, как такая идея родилась, и даже ее попытались воплотить в жизнь. После ряда испытаний, то ли удачных, то ли не очень, было принято решение к постройке нового судна, большего размера и вооруженного неким подобием артиллерийского орудия, так называемых зажигательных медных труб, начиненных селитрой и порохом. Была также идея топить вражеские корабли с использованием диверсанта-водолаза, одетого в скафандр, разработанный Ефимом Никоновым, который должен был выйти из-под лодки, подобраться к вражескому кораблю и использовать данное зажигательное орудие. Но это, несомненно, очень сложная технологическая операция для тех времен. К осени 1724 года потаенное судно было построено, но испытания, которые проводились вновь в присутствии царя Петра, закончились неудачно. Хотя поначалу все шло хорошо, но судно ударилось о грунт, и через поврежденное днище вода заполнила корабль, и его пришлось вытащить на берег. Несмотря на неудачи, опыты продолжились, но в феврале 1725 года скончался главный заказчик проекта и его покровитель-император Сиросийский Петр I. Затраты на флот после этого были сильно урезаны, и материалы для постройки судна теперь отпускались неохотно, только после длительной и унизительной бюрократической процедуры. Последние испытания потаенного судна состоялись в 1727 году, но опять же корабль не мог продемонстрировать тех возможностей, которые от него ожидались. Но что можно было, собственно, ожидать, исходя из имеющихся технологий того времени? Прекращение работ в этом направлении было объяснено так. По подаче того своего прошения через 10 лет ни Токма такого судна ниже модели к тому делу действительно сделать не мог, который хотя и строил из адмиралтейских припасов и адмиралтейскими служителями, и настроение тех судов употреблено из адмиралтейских доходов немалая сумма. Но оноя по опробам явилось весьма недействительно. Судно пробовано трижды и в воду опускивано, но только не действовало за повреждением и течкой воды. Проект был закрыт, и Фим Никонов был разжалован из мастеров посты работники и был, можно сказать, сослан на Астраханскую верфь в 1728 году. А потаенное судно многие годы хранилось от чужого глазу в закрытом сарае, пока совсем не исклело. Такая вот история об интересной задумке, которая значительно опередила свое время, но к которой спустя множество лет все-таки вернулись технологические умы человечества и реализовали ее, воплотив в гигантские подводные крейсеры, которые, наверное, даже и представить не мог себе в своих мечтах обычный крестьянин из Подмосковья, Никонов Ефим Прокопьевич, о котором мы знаем так совсем немного, как и его потаенном судне. Но у проекта подводного корабля мы знаем хотя бы годы рождения и годы завершения проекта, а вот годы рождения и годы смерти Ефима Никонова нам, к сожалению, неизвестны. Надеюсь, было познавательно, оставайтесь с нами и никуда от нас не уходите, ведь впереди расскажем еще что-нибудь интересненькое. С большим приветом из города Сестровецка, до новых встреч, друзья-товарищи! Субтитры создавал DimaTorzok